Почему сладенький золотой? Ты хороший мальчик у нас? А ты, Лилия Михайловна, помнишь? Маленький Валера уже не в первый раз возвращается в стены этой больницы. После первой реабилитации ребенка отдали обратно родителям. Но спустя уже несколько месяцев Валере снова пришлось вернуться сюда. Мальчик находился в плачевном состоянии. В семье, говорят, здесь за ним никто не ухаживал. Поэтому для него, как и для всех этих детей, стены городской детской больницы номер 4 уже стали родными. А Лилия Михайловна не просто врач-воспитатель, а мама. Так они все ее здесь называют. Да и для нее они давно перестали быть просто пациентами. Женщина работает в стационаре уже более 20 лет. Каждая история, рассказанная этими малышами, ярко отложилась. Но даже не в памяти, а в сердце. То, что они рассказывают, это не для слабых нервов, так скажем. То есть далеко не радостно было, не радостное детство было все-таки в тех семьях, откуда изымали детей. Не просто так их изымали. Так произошло в случае с маленьким Сашей. Его мама употребляла наркотики и не следила за малышом. Его забрали на реабилитацию в стационар. Долго ждать новую семью не пришлось. Для мальчика буквально сразу нашлись приемные родители. Но вместо теплоты и заботы Сашу опять предали. Его вернули обратно, сославшись на то, что мальчик слишком активный, много двигается и разговаривает. И такие случаи не редкость утверждают сотрудники стационара. По их словам, новые родители воспринимают ребенка как некую игрушку, которая должна быть именно такой, которую они представляли. Такого отношения категорически не понимает медсестра стационара Татьяна Кудрявкина. Впрочем, еще больше возмущения у девушки вызывают те матери, которые самовольно отказались от своих деток. Как мамашки вообще могут такое делать с детьми? То есть избивать непонятно до какого состояния и бросать. Родила, бросила и побежала дальше по своим делам опять рожать. Порой являешься, что нормальные женщины забеременники могут годами, по 10, по 15 лет. А эти рожают, 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 как конвейер. Оставили государство, пошли дальше беременеть и рожать. Такие мамы всегда были, есть и, к сожалению, будут. Меняется лишь их состав. Если еще пять лет назад своих малышей в роддоме оставляли преимущественно молодые мамы, кто из боязни родителей, кто из заслуженной финансовой ситуации, то сегодня ситуация в корне изменилась. Отказываются от детей женщины, ведущие асоциальный образ жизни. Как правило, они даже не стоят на учете, когда приходят рожать. Некоторые, кстати, так поступают неоднократно. И каждый раз результат один и тот же. Вся проблема в том, что процедура отказа от ребенка элементарна. Для этого даже не нужно наличие каких-либо документов. Она родила, она развернулась, она ушла. В опеку мы сведения передали. Она может назвать о себе абсолютно выдуманные данные. Опека выехала, там такого адреса нет. Все. Тем не менее, сегодня специалисты отмечают, что грудничков в роддомах стали оставлять меньше. Если в 2013-м от детей отказались 95 матерей, то в 2014-м их число уменьшилось до 80. Позитивные тенденции наблюдаются и в ситуации с приемными семьями. В нашем городе их уже 110. Как правило, они малышей уже не возвращают. Чего не скажешь об опекунах. Отказов от опеки, к сожалению, я считаю, что достаточно. В предыдущем году, в 2013-м году их было 18, а в этом году 14. Но что самое печальное, тоже мы аналитику эту проводили, 82% отказов из этих 14-ти – это отказы родных бабушек. Как показывает практика, бабушки просто не выдерживают переходного возраста детей и отказываются от них в возрасте 12-14 лет. Однако хочется верить, что позитивные тенденции снижения количества брошенных детей сохранятся и в конце концов в России не будет детских домов. Так же, как их нет, к примеру, в некоторых странах Европы. А дети перестали ждать своих мам. Кого-то ждешь? Угу. Кого? Дед Мороза. Все-таки Дедушку Мороза заждешь? А маму? А маму тоже. Синяя Тойчкина, Александр Филиппов, Антенна 7.